Боец запрещенного в России полка АЗОВ задержан в Ростове. Это гражданин Украины, который приехал к нам как беженец, пытался легализоваться и при этом вел пропаганду своей террористической организации среди молодежи, сообщили в ФСБ. При обыске у задержанного изъяты агитационные материалы и символика АЗОВа. Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». По ней грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ранее судимую жительницу Новочеркасска задержали за сбыт наркотиков. 30-летняя женщина поймана с поличным при попытке продать 7 блистеров с надписью «Тромадол», а также сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, в 70 таблетках сильнодействующее вещество массой 35 граммов, а в свертке метилофедрон массой 0,66 грамма. Заметим, что задержанная уже судима за кражу, мошенничество и неуплату средств на содержание детей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт наркотических средств в значительном размере. Частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт сильнодействующего вещества в крупном размере». Это дело подпитывается из мест, где родился старший сын Чингисхана. Островок древней цивилизации зарождается в Кумже, где смогут собраться все, кому интересна жизнь скифов, гунов, монголов и бурят. Весной в Ростове откроется бурятский этнокультурный центр. Две походные бурятские юрты уже соседствуют с казачьими куренями, скоро установят третью и обустроят по всем канонам. «Это и бытовая культура, это и воинская культура, очень близкая казакам, как культура наездничества, культура стрельбы из лука, борьбы на поясах, игры вайданы и так далее. Это знакомство с гастрономической культурой, с духовной культурой. Тут будут этнографически проводиться праздники, на которых будут знакомить гостей, фестивали». Еще одна задача центра – моральная поддержка уроженцев Бурятии, которые сейчас участвуют в СВО. Сотрудники гуннского фонда, по инициативе которого создается этноцентр, будут доставлять в зону спецоперации гумпомощь, выступать перед бойцами с концертами и принимать земляков здесь. Систему образования ЛНР начали интегрировать в общероссийскую систему. Одним из шагов стал семинар в Луганске для студентов ЛГУ имени Даля от представителей Сколково и Фонда содействия инновациям Ростовской области. Его главная цель – рассказать, какие гранты можно получить на разработку технологических инноваций. Рассказали о грантовых конкурсах «Умник», «Старты» и «Студенческий стартап». «Речь идет о суммах 500 тысяч рублей, 1 миллион рублей по программе «Студенческий стартап» или 4 миллиона рублей по программе «Старт-1». Это очень интересные программы, поскольку они позволяют молодого инноватора получить деньги на проверку своей идеи технологической инновации именно на самой ранней стадии развития, то есть тогда, когда еще не идет речь о продажах или о заинтересованности инвестора. Прием заявок по программе «Студенческий стартап» открыт сейчас, и студенты ЛГУ могут заявить о себе до 3 апреля через электронную систему фонда содействия инновациям Ростовской области. Итоги конкурса подведут в июле-августе. Четыре грантболистки Ростов-Дона вызваны в сборную России на Кубок дружбы. Это Юлия Моногарова, Екатерина Зеленкова, Дарья Стаценко и Милана Таженова. А вообще в заявке 28 игроков их разделят на две команды – «Россия-1» и «Россия-2». Сборы пройдут в Новогорске с 25 по 28 февраля, а турнир с 1 по 3 марта в Москве. В Кубке дружбы с двумя российскими сборными сыграют сборная Белоруссии и сборная Китая. Она состоит из игроков, играющего в нашей суперлиге клуба «Феникс». Команды сыграют друг с другом по круговой системе. Составы наших сборных определятся на сборе. Тренер планирует сделать их примерно равными по силам. Последний соперник по контрольным матчам на зимних сборах в Объединенных Арабских Эмиратах определился у футбольного Ростова. Наш клуб сыграет с армянским Араратом. Матч пройдет в 10 часов утра в субботу 18 февраля. А уже 22 числа увидим Ростов дома в первом официальном матче года. Играем с Уралом в Кубке России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова